Здравствуйте, уважаемые телезрители! У нас в гостях сегодня Зоя Звенецковская. Я боюсь, что большая часть передачи может уйти на представление всех ваших регалий, потому что Зоя, она искусствовед, она критик-историк моды, она журналист, культуролог, куратор многих выставок. Этой осенью, это правильная у меня информация, у вас выходит книга, в которой есть страница, посвященная детскому модному аватгарду. Через три дня презентация на Львовском форуме. На самом деле сегодня форум открылся, и книжка уже там, а я еще здесь. Ну, прекрасно. Будет интересно, может быть, со временем окажетесь в Одессе. Ну, во-первых, ее можно в электронном виде по предзаказу, ну, как бы, ее можно заказать, то есть не обязательно для этого ехать во Львов, чтобы ее увидеть. Ну, и плюс сейчас в Одессе, в Музее современного искусства Одессы, прямо сейчас, идет моя выставка, посвященная авангардной моде Одессы 90-х. Ну, раз мы уже затронули эту тему, вообще у нас более, так сказать, широкое региональное такое большое мероприятие в Одессе проходит с участием Зои. Ну, поговорим о четверге 19-го числа, вот в Музее современного искусства, там действительно проходит и выставка, и 19-го у вас там лекция большая. У меня там лекция. Какая лекция, о чем она? На самом деле выставка посвящена авангардной моде Одессы, и когда люди говорят, когда люди видят афишу, выставка про моду 90-х, они приходят и часто расстраиваются, потому что они ожидают увидеть малиновые пиджаки, я не знаю, леопардовые лосины, там, куртки-танкер, ну, мы понимаем, о чем идет речь. А я показываю ему моду, которую создавали одесские дизайнеры, авангардные дизайнеры 90-х, Ирина Дратова, Владимир Уманенко, то есть это дизайнерская мода, люди ее совсем не знают. Вот, а я с ними ее знакомлю, их знакомлю, но лекция моя как раз будет посвящена тому, что из этого является модой, почему мы знаем одно и не знаем другое, и как нам с этим работать. Ну, вот я знаю, что вы занимаетесь, вы историк, да, и культуролог моды, то есть вы изучаете, наверное, каким-то образом преподносите новые знания о старых платьях, предположим, да, о старой одежде. Можно так сказать. Да. Ну, то есть все это будет на вот этой лекции? Конечно. Начало, скажем, четверг, это 19 сентября, начало в Музее Современного Искусства в 18 часов, находится он на улице Леонтовича 5, это бывшая улица Белинского, вот, так что я думаю, что если сходите, просто не пожалеете. А вообще, в принципе, в нашем городе 17-го числа, да, стартовал большой межрегиональный, так сказать, такой форум, программа межрегиональных культурных обменов, Ужгород, Одесса, знакомство. Итак, что это такое, с чем это едят и для чего это происходит? Это большой проект, который на самом деле начался 5 лет назад. Он начался в 13-м году, нет, в феврале 14-го года на волне революции достоинства и всего Майдана, что произошло в Киеве. В чем была идея? Тогда выяснилось, что хотя якобы у нас какие-то конфликты с восточными регионами, на самом деле мы ничего не знаем о Донецке, о Луганске, о Востоке Украины, имеется в виду не только в культурном смысле, там люди не могут сказать, кто там ведущий художник, а просто если на улице останавливаешь людей и спрашиваешь, что вы знаете о Донецке, например, в Киеве, то люди затрудняются с ответом, или в Одессе. И тогда мы, там, киевляне собрались и сделали большой форум, который назвали Дон Культ, где было решено представить киевлянам все лучшее, что есть в Одесском регионе в культурном смысле. Литература, театр, кино, изобразительное искусство, музыка и мода. А этот проект прошел с огромным аншлагом, мы не ожидали. То есть люди там на лекциях стояли в проходах, все очень хотели, выставка пользовалась большим успехом. И появилась идея этот проект продлить и расширить. Его идеей стало знакомство регионов друг с другом. Мы повезли Донецкую выставку, Донецкий проект весь. Мы провезли во Львов, где мы показали Донецк во Львове. Потом мы сделали проект Галиция, Культ, и показали его в Харькове. Потом мы Слобода Культ, это Харьковский проект, повезли в Ужгород. И вот сейчас мы готовимся к тому, чтобы показать культуру Закарпатья, Ужгорода в Одессе. И это будет в следующем году. Вы предварительно приглашали людей в соцсетях, они регистрировались. Кто откликнулся, кто ходит к вам? Мы работаем так. Сначала мы находим, собственно говоря, агентов изменений, людей, которые являются центрами своих культурных сообществ по разным областям культуры. А театр, музыка, кино и так далее, и так далее. То есть мы, передвигаясь из города в город, уже знаем наших людей. Естественно, мы делали наш проект в Ужгороде, мы знаем ужгородцев, мы знаем всех, кто занимается там культурной деятельностью, кто является центром своего комьюнити. И вот сейчас, именно в эти пять дней, ну, мы киевские кураторы, но киевских кураторов мало. Ужгородцы приехали в Одессу, они прямо сейчас здесь живут. И у нас происходят встречи и знакомства с культурным активом Одессы, если можно сказать. Ну, вот вчера была такая, 17-го числа была такая встреча в библиотеке Гришевского, да? Да, именно так. Кто там побывал, о чем шла речь, чем интересовались люди? Из одесситов туда пришли музейщики, в частности, директор Музея современного искусства Одессы, Семен Кантер, конечно, был. Из одесситов туда пришли представители не только библиотек, но и многих культурных хабов, которые могли бы представить помещение. Потому что ужгородцы, приехали ужгородцы, писатель Банди Шолдерс, например, приехал известный, который в Одессе уже много раз выступал. Приехали люди, которые занимаются театром, которые занимаются кино, им надо где-то показываться, что-то представлять. Прямо сейчас я убежала со стратегической сессии, где сначала были презентованы все активные действующие точки в Одессе, список театры, три ведущих театра, библиотеки, галереи, музеи, хабы. И мы пытаемся понять, где и что можно было бы сделать. Потому что это каждый раз живой проект, он не повторяется никогда. Все зависит от индивидуальной конфигурации. Идея форума не в том, чтобы просто показать лучшее. Это не выставка достижений ужгородской культуры. Идея в том, чтобы нащупать точки пересечения. Простой пример. Он такой маргинальный, но он... В процессе обсуждения возникла идея, рассказал один из ужгородцев, что у них есть маленький проект, они занимаются гидрантами. У них есть период, когда в Ужгороде 20 лет он был под Чехословакией. Там строили инфраструктуру, все меняли. И в том числе сделали пожарные гидранты, чтобы удобно было воду добывать. Это было в 30-е годы. Многие из них до сих пор сохранились. И у них есть инициатива, которая занимается этими гидрантами. Красит их, я не знаю, чинит, чтобы с ними было все хорошо. И одесситы говорят, слушайте, а у нас же есть колонки во дворах домов в старом городе. И это своего рода был центр притяжения каждого двора. Ну, то есть возникают вот такие вот точки пересечения, изучая которые, можно понять, как устроен город, о чем думают люди, что общего, что различно. Любопытно. Ну и вот вы убежали, но там продолжается, собственно, работа. Да, то есть общаются с одесситами, то есть ужгородцы знакомят со своими, так сказать, со своими картами, что называется. Именно. Одесситы сделали свою презентацию. Одесситы свою. И теперь они уже небольшими группами просто общаются между собой. Именно пытаясь найти вот эти вот точки. Ну, сразу понятно, что одесситы и ужгородцы бросились друг другу в объятия в области еды. Это понятно, очевидно совершенно. И вообще выяснилось, что у Одессы и ужгорода много общего, неожиданно совершенно. Курортный стиль, расслабленный образ жизни, вот такое неспешное, созерцательное. Природа красивая. Именно, спасибо вам. Он говорит, все то же самое, как без моря. Говорит, у нас практически Одесса. Молочка, вы же говорите, потрясная. Вот видите, и вина тоже симпатичная. То есть как-то так сразу стало понятно, что гораздо больше общего, чем казалось бы, да. И стали находиться точки соприкосновения. Из-за этого возникают проекты. Еще нет, но я надеюсь, что к концу недели они уже возникнут. На 19 число, помимо вашей лекции, вечером запланировано, прочитав в ваших планах, о том, что ужгородцы гости будут изучать Одессу при помощи местных жителей. Что это такое, с чем это идет? На самом деле, опять же, мы, организаторы форума, делали open call одесский, и люди откликнулись. И активисты приглашают ужгородцев показать им как бы свою Одессу. Я бы сказала, это будут такие очень индивидуальные авторские экскурсии. И зависит от того, к кому мы попадем. Каждый, я киевлянка, поэтому мы как бы кураторость чуть-чуть сверху стоим. И зависит от того, к кому они попадут. И каждый увидит свою Одессу и узнает что-то о ней особенное. У нас вообще в последнее время достаточно стал развиваться туризм. К сожалению, мы потеряли Крым. Ну а с другой стороны... Для Одессы это может быть даже и не к сожалению. Да, вот на этом горе мы, так сказать, немножко выиграли, потому что к нам больше стало приезжать людей. И я вот обратил внимание, за последние годы значительно поднялся уровень работы наших экскурсоводов. Появились новые бюро, появились новые маршруты. Очень интересные авторские маршруты. Вот совершенно потрясающе. Я вам скажу, ну я в Одессе так вышла, что моя жизнь связана с Одессой. Я бываю практически каждый год на протяжении многих лет. То есть я могу сравнить. Этим летом я тоже тут какое-то время провела, потому что я готовилась к выставке, о которой мы уже говорили. Никогда не слышала столько украинского языка на улицах, и это туристы. Я заметила, что в Одессе, не знаю, там, последние несколько лет, огромное количество туристов Западной Украины, которые никогда раньше здесь не были. В чем это идет обмен? Одесситы любят ездить в Закарпатье, Прикарпатье, во Львов и отдыхать там. Это стало маршрутом. В общем, в ту сторону. А как раз все вокруг карпатские населения приезжают в Одессу. Неожиданно совершенно. У нас сегодня на вот этих наших сессиях модератор начала с того, что сказала, а давайте каждый скажет, кто что знает о другом регионе. Закарпатцы, что вы знаете про Одессу? Одесситы, что вы знаете про Ужгород? И выяснилось, что Одесситы гораздо больше знают про Закарпатье. То есть они четко абсолютно называли, где они были, что им понравилось, что они ели, куда им хотелось бы поехать. А Ужгородцы такие, ну, море, вот, и что, типа, Потемкинская лестница. То есть они знают гораздо меньше. Видно было, что Одесситы были готовы. Ну, Одесситы, может быть, народ более эмоциональный. Они это все воспринимают, так сказать. И более мобильный. И более мобильный. У нас, кстати, вот приходит же оттуда, из Карпат, эта культура, у нас уже появилась целая сеть львовских вот этих майстерин шоколада. Вот, потом львовские круассаны у нас очень популярны, вообще львовский кофе, напитки. Очень важный момент. Это я уже скажу, как человек, который является куратором форума. Закарпатье. Львов это не Закарпатье. Не Закарпатье, да. Хорошо. Нет, ну, понятное дело, что, так сказать, узнаем, что Ужгород, это немножко туда левее. Да, это отдельно. Вот. И 20-го числа у вас в планах путешествие в Белгород-Днестровский. Не только. Куяльник, Белгород-Днестровский, Шабо. Мы хотим показать Одессину, то есть Одесский регион, потому что и в Закарпатье форум проходил не только в Ужгороде, а, например, в Мукачеве, то есть в городах, которые находятся вокруг. Очень может быть, что тот же санаторий в Куяльнике, фантастический, и, к сожалению, как бы, который находится сейчас не в лучшем состоянии, или невероятная крепость, ну, Тира, они вызовут какие-то идеи, и там могут тоже проходить активности форума. Поэтому, ну, просто, и даже просто для того, чтобы закарпатцы поняли, что такое Одесса и что такое Одесский регион, надо выехать из города, посмотреть на степь, посмотреть на море вне города, это совсем другое. Может быть, доберутся и до Вилкова, до Килии, увидят нашу Венецию, да. Не в этот раз, но я думаю, что да. Да, потому что, действительно, вот такой, ну, экотуризм и, так сказать, туризм... У нас, кстати, ну, это понятная уже, так сказать, много раз произнесенная фраза «более 100 национальностей живет в Одессе», а они же живут группами национальными, у нас есть болгарские районы, молдавские, гагаузские, там совершенно, там, во-первых, там своя архитектура сельская, но она своя. Да, она там, там, в болгарском селе, если петушок нарисован на воротах, это значит, мальчик на выданье, так сказать. Вот, а если цветочек, значит, девочка. То есть, уже можно ходить и так... И посматривать. Посматривать, куда сватов засылать. Хотела сказать, что это тоже очень сильно пересекается с Закарпатьем, который чудовищно разнообразно в этническом смысле, то есть, у них есть венгерские села, где просто там очень мало украинского языка, все по-венгерски, все говорят по-венгерски. У них есть словацкие, у них есть чехи, у них, ну, очень много. То есть, для них это нормальная ситуация, они к этому готовы, они к этому привыкли, и в этом тоже очень много общего. Ну, так исторически сложилось. Да, да, очень много общего. Так, двигаемся дальше. 21-го числа, также библиотеки Грушевского, будет, вы уже работаете над программой следующего форума. Собственно говоря, значит, по плану форум Закарпатья в Одессе состоится через год, осенью 20-го года, в октябре. Как это? Всех приглашаем. Но для того, чтобы он состоялся, нам необходимо составить план. А, собственно говоря, вот все результаты наших взаимодействий, разговоров, контактов, обсуждений вот этих четырех дней в субботу будут зафиксированы в виде первого черновика форума. То есть, каждый куратор, каждое направление даст список того, чего... Такую-то лекцию, то есть, каждый даст свой список, и это будет уже самый-самый первый драфт форума, который состоится в Одессе через год. Ну, и, возможно, наверное, какие-то вот даже не культурные обмены, а, скорее, совместное сотворчество, наверное, да, может быть, там, наши режиссеры могут поехать там в театры ужгородские поставить какую-то постановку, предположим, или ужгородцы приехать к нам, какой-то же обмен музыкантами, концертами. И есть задача, потому что, еще раз повторюсь, форумы это не смотр всего лучшего, то есть, ужгородцы не просто там не привезут своих лучших художников, лучшие коллективы, там, я не знаю, и лучшую еду. Цель не в этом, цель в том, чтобы найти проблемные точки и попытаться их обсудить, там, допустим, та же мультикультурность, это, может быть, и хорошо, с одной стороны, с другой стороны, это дает всегда определенные поля напряжения в регионе, как работать с этим, как решать эти вопросы, значит, хочется обсудить вот такие вещи, и хочется, конечно, наладить контакты, то есть, слова «сокураторство» и «совместные проекты» звучат постоянно. Самый лучший проект – это тот, который будет сделан совместно ужгородцами и одесситами. Ну, то есть, вы так, высоко поглядывая из Киева, как Жванецкий, да, с высоты птичьего полета поглядывая, так сказать, за всем происходящим, то есть, вы, в принципе, намечаете вот эти точки соприкосновения, определенные нити между ними, так сказать, можно сказать, так проводите, да, и дальше уже, ребята, работаете дальше сами, вы отпускаете это дело, либо все равно вы являетесь какими-то инициаторами, которые постоянно пытаются поддержать этот процесс, чтобы он был локативнее шел. На самом деле, я и кураторы визуальной программы, тоже киевляне, мы, скорее, исключение из правил. Все остальные программы, театральная, музыкальная, там есть программа по кулинарии, детская программа, все остальные программы делаются без участия киевских кураторов, кураторами тех городов, о которых идет речь. То есть, Галицию культ там делали львовяне, Слобода культ делали харьковчане и так далее, и так далее. А я скажу о своей программе, там про другие не могу говорить. Я была бы счастлива просто быть фасилитатором, и чтобы, условно говоря, куратор модной программы Ужгорода общался с куратором модной программы в Одессе, но ситуация такова, что вот это изучение моды, это настолько молодая отрасль, так сказать, гуманитарного знания, Хотелось бы, извините, подробнее узнать, что это за проект Перекройка. А, прекрасно. Нет у меня кураторов, которым я могла бы здесь отдать это. А проект Перекройка – это часть большого проекта, который был показан, выставочного проекта, в каком-то смысле это его часть, выставочный проект был показан два года назад в Киеве, в Мастетском арсенале, это была выставка, я была ее куратором, 4,5 тысячи квадратных метров, это была большая выставка, которая называлась «Дресс-код Украины до бенезулежности», то есть это была украинская мода периода независимости с 91-го года и по наше время. А подчеркну, речь шла именно о дизайнерской моде, потому что все это время в Украине были профессиональные недели моды, и есть, они существуют, есть дизайнеры, которые профессионально работают, то есть в этом смысле украинская мода ничем не отличается от французской, американской или английской. У нас есть другая проблема, у нас индустриального производства нет, поэтому очень мало кто видит эту дизайнерскую моду, но с точки зрения художественной выразительности она ничем не уступает. И частью этого проекта была мода 90-х и в том числе авангардная мода. Одесса – это один из городов-хедлайнеров авангардной моды в 90-е, неудивительно. Одесса – дерзкий город, экстремальный город, очень яркий, смелый. Здесь возник нонконформизм, художественное течение, то есть никто не удивлен тем, что именно одесские дизайнеры были во главе авангардного модных течений, учитывая, что у них были очень серьезные связи с Москвой, которая тогда лидировала в постсоветском регионе. И, к счастью, осталось много объектов дизайнерских. И уже тогда одесситы посмотрели на выставку и сказали, мы хотим вот про это подробнее, если можно. Можно одесский кусочек, мы подробнее о нем поговорим. И на той выставке, которая сейчас в Музее современного искусства Одессы, там есть три больших блока. Первый блок – это изменение, декоммунизация, изменение сознания отношения к советскому стилю. Что имеется в виду? Это в основном творчество известного одесского дизайнера Владимира Уманенко, который еще в начале 90-х брал, например, советское переходящее красное знамя, бархатное, и делал из него домашний халат. Немножечко понижал, так сказать, уровень дискуссии. Или транспарант, на котором написано там «Да здравствует, Великое Октябрьское, социалистическое», и делал из него женское сексуальное платье с эротическими вырезами. А кроме этого, там есть его коллекции, посвященные братьям Стругацким, или посвященные барахолкам, тому, что происходило на Староконке тогда, те сокровища, которые выбрасывала Староконка. И выбрасывает до сих пор. То есть это очень большой блок творчества Владимира Уманенко, который заслуживает на самом деле персональной большой выставки. Там есть еще один блок, посвященный, как мы это назвали, рабочим материалам, новой формам жизни. Ночные клубы, рок-фестивали. В Одессе в 90-е появился рок-фестиваль. Все знают, он, я не знаю, до сих пор существует, но в 10-е годы... Рок-фестиваль памяти Ганкевича есть, джазовый фестиваль Юрия Кузьмина. Рок-фестиваль памяти Ганкевича существует еще, но тогда он был очень активным. Но все эти рок-музыканты должны были носить какую-то одежду. Значит, соответственно, существовал Одесский рок-клуб, который сотрудничал с театром молодежной моды, который как раз тогда возник. То есть это все один плавильный котел, в котором возникали новые формы жизни. Там же модельные агентства, которые тогда появились, показы концептуальной клубной моды в ночных клубах, которые только-только тогда появились. То есть это новая одежда для новых форм жизни, которых раньше не было в советское время. Но между тем у нас продолжал, работал, работает и будет работать 7-й километр. Никто этого никогда не отрицает. И поэтому вот эта вот разница между тем, что... Надо обязательно отметить, что сегодня появились уже бутики авторские. Конечно. Их достаточное количество, и совершенно разная одежда, и вечерняя, и какие-то футболки делают и так далее. То есть уже они есть, они заметны, люди смотрят и ходят на них. Но тогда, когда видят бутики, как правило, в основном с привозной, откуда-то там, якобы из Парижа. Вот. Была такая шутка в Одессе, что какая дистанция между инпошивом и ширпотребом? Ровно 7 километров. То есть это закреплено в Одесском... Конечно. Особенность украинской моды в том, что именно массовое производство было совершенно оторвано от дизайна. Или наоборот. Конечно, все эти вещи делались в единственном экземпляре. И пользоваться ими могли только ближайшие друзья дизайнеров, какая-то продвинутая арт-тусовка. Ну, например, это же всегда личные отношения. Там представлены коллекции Ирины Дратвы, известного, опять-таки, одесского дизайнера. И иллюстрируют их, помимо самих вещей, фото Александра Ройтбурда, который был ее мужем, который демонстрирует... 20-летней давности фотография, 25-летней. Который демонстрирует одну из ее моделей на фоне памятника Ленина. То есть это очень-очень узкая тусовка. Все свои, совершенно закрытые... С Ройтбурдом достаточно близко знакомы и много-много лет, но, к сожалению, вот эта информация как-то мимо меня прошла. Вот видите. Если вы побываете на выставке, то вы увидите эту фотографию. Тут же есть этот пиджак в натуре, так сказать, который он демонстрирует на фотографии 25-летней давности в качестве... Хранили в холодильнике, наверное. Ну. Так, у нас уже наше время, к сожалению, подходит к концу. Буквально секунд 30 остается. Либо, так сказать, я вам даю их, чтобы завершить, да, подытожить. Либо напомнить, действительно, что 19-го числа в четверг 18-го музея современного искусства встреча в Зое будет. Вот. Но выставка там продолжается. Выставка до 13-го октября. Вы можете туда попасть, я думаю, получится огромное удовольствие. Там еще есть большой блок, посвященный группе «Маски». Между прочим, потому что это выдающееся явление и одесской, и постсоветской, и вообще нашей современной культуры. И все-все полностью костюмы для них тоже делал Владимир Руманенко. И это часть авангардной моды. А Зорик Далиев что вытворял с бюстами Ленина? Страшное дело. А что он делал у нас на открытии? Вы себе не представляете. Ну все, наше время, к сожалению, подошло. Зоя Звенецковская была у нас в гостях. Критик-историк моды. Человек, который приехал в наш город из Киева, но с узгородцами вместе с закарпатскими. Вот с этим интересным форумом надеюсь, что в будущем году, наверное, мы, может быть, встретимся все-таки не во время того, что будет проходить форум, а где-то накануне. Да, конечно. Чтобы какие-то вещи заанонсировать, чтобы к ним подготовить одесситов. Договорились. Конечно. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Спасибо.